Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале, с вами Тарас Березовец. Сегодня 6 сентября 2024 года, пятница. Состоялось очередное заседание группы по поддержке Украины на американской военной базе Рамштайн Федеративной Республики Германия. Туда приехал президент Украины Владимир Зеленский, там же находилось руководство наших союзников. В частности, глава Пентагона Лой Достин отреагировал на запросы Украины относительно передачи оружия для нанесения дальних ударов по территории Российской Федерации. Американцы также заявили о том, что намерены содействовать обороне Покровска. В Соединенных Штатах продолжается напряженная избирательная кампания. Трамп намерен взять теперь уже официально в качестве своего советника и союзника Илона Маска. Он предложил ему пост в новом американском правительстве, а также откомментировал слова Путина, когда он заявил о поддержке Камалы Харрис. Тем временем Соединенные Штаты собрали крупнейшие технологические компании и попросили их подумать над тем, каким образом обойти интернет-цензуру в России с помощью VPN. Это направлено в первую очередь на разблокирование Ютуба. Кстати, ближе к вечеру стало известно о том, что в результате до Садаки российский импортозаместитель Ютуба, Рутюб они его называют, упал. Но это не первая история с ним падения. Кто атаковал на этот раз Рутюб, можем только догадываться. Также Соединенные Штаты обнаружили подводный секретный флот России из не менее чем 50 судов. Цель которого разрушение интернет-кабелей, повреждение морской инфраструктуры. И также о нанесении ущерба критической инфраструктуре, в том числе газа и нефтепроводам. Называется это ведомство, которое этим занимается Главное управление глубоководных исследований Миноборона. Сокращенно такая именно смешная аббревиатура ГУГИ. Тем временем на фоне сближения России и террористического движения Талибан, власти Кыргызстана в пятницу исключили Талибан из списка террористических организаций. Все это, кстати, произошло на фоне крупной передачи Российской Федерации партии автомобилей, а также другой техники для нужд Кыргызстана. Это произошло в то время, когда российская армия сама остро нуждается в подобных автомобилях. Наконец, Wall Street Journal подтвердил информацию о том, что Иран передал России партию баллистических ракет, о чем сообщалось ранее. Друзья, обо всем этом поговорим далее. Итак, начнем с Трампа, который предложил сегодня Илону Маску войти в состав нового правительства. И Илон Маск уже фактически согласился. Он ранее заявлял о том, что готов перейти на государственную службу. Ну, это будет, наверное, едва ли не первый случай, когда миллиардер займет должность в правительстве США. Ну, имеется в виду, самый богатый человек США. Такого точно на моей памяти не было. Ну, в президенты избирались миллиардеры, а вот чтобы становиться просто членами правительства, такого точно не было. Круг обязанностей Илона Маска до сих пор, честно сказать, непонятен. Но он, очевидно, будет настолько широк, что главная задача – это просто затянуть Илона Маска. И, очевидно, что Трампу нужны его ресурсы, в первую очередь, социальные сети, а также деньги будущего возможного члена комбината министра, естественно, в случае победы Трампа. Иначе его, естественно, никто туда не назначит. Трамп заявил о том, что он создаст специальную правительственную комиссию по вопросам эффективности, так она будет называться, которую должен возглавить американский миллиардер. Она должна будет заняться аудитом деятельности и того, как тратятся бюджетные средства федерального правительства. И будет предоставлять рекомендации действительно кардинальных изменений. Одним словом, министерство всего хорошего против всего плохого. Такое впечатление, что просто создается должность под человека об эбуло, как у нас говорят в Украине. Кроме того, Трамп затруднился прокомментировать слова Путина. У него всегда наступает ступор, когда его просят прокомментировать слова Путина. На этот раз Путин, выступая на Восточном экономическом форуме в Владивостоке, публично поддержал Камалу Харрис. Ну, правда, выглядело это, естественно, в его иезуицком стиле, скорее, как издевательство. Тем не менее, Трамп заявил, что он не знает, как реагировать на слова Путина. О том, что Кренли якобы поддерживает Камалу Харрис. Не знаю, оскорблен ли я или он оказал мне услугу, заявил Трамп. Ну, очевидно, Путин делает это для того, чтобы в очередной раз не быть обвиненным в поддержке Дональда Трампа. Также представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби призвал Путина не комментировать вообще американские выборы. Он заявил о том, что США были бы очень признательны, если Путин перестал бы говорить о выборах и вообще забыл о них. К сожалению, вряд ли это возможно. США тем временем решили ответить на действия России. Накануне были подданы санкциям все крупнейшие российские пропагандисты в главе с Маргаритой Симоньян. А сегодня стало известно о том, об этом пишет Reuters, что представители Белого дома встретились с руководителями крупнейших технологических компаний США. Google, Microsoft, Cloud, Amazon и попросили их создать специальный софт для увеличения пропускной способности, финансируемых американским правительством программ VPN, виртуальной частной сети, так это называется. Virtual Private Networks, один из самых главных средств обхода блокировки интернета в тоталитарных авторитарных странах типа Ирана, России, Беларуси и прочих. При этом американцы увеличили финансирование до 30 миллионов долларов на развитие подобных технологий. И в первую очередь это направлено на то, чтобы российские граждане, на них это ориентированная программа, смогли пользоваться заблокированными интернет-ресурсами. И в первую очередь, конечно же, смогли воспользоваться YouTube. Сегодня, как я уже сказал, положили неизвестные хакеры в результате ДОС-атаки Рутюб, детище российских пропагандистов, которые они очень сильно рекламировали, как самое лучшее из всех, как говорится, возможных для того, чтобы заменить и заманить россиян из YouTube теперь в Рутюб. Вот, туда же, кстати, они грозятся закачать просто целые пласты фильмов, документального, кино, музыки, чего угодно. То есть, пиратские, украсть, попросту говоря, в YouTube и закачать их в Рутюб для того, чтобы россиянам не было повода заходить и смотреть вражескую сеть YouTube. Также американцы обнаружили, как заявил об этом телеканал CNN со ссылкой на два высокопоставленных американских чиновника, деятельность засекреченного Главного управления глубоководных исследований ГУГИ. Честно говоря, я о его деятельности слышу впервые, но, очевидно, об этом знают профильные специалисты. То, что оно создано не вчера, это понятно. Вот и самые ГУГИ, Минобороны РФ, это целый, координирует секретный флот, состоящий из 50 судов. Сообщается о том, что Россия развивает военно-морские возможности для подводных диверсий. Главным образом, через ГУГИ. США вынуждены регулярно отслеживать деятельность российского секретного флота, который действует, в первую очередь, в Северном море, в Балтийском море, но не ограничивается, безусловно, им. В прошлом году было проведено совместное расследование Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии, которое подтвердило наличие у России целого шпионского секретного флота, который действует в водах Северной Европы. Также сообщается о том, что Россия выделяет все больше и больше финансирования на подразделения ГУГИ, в том числе, для того, чтобы подрывать безопасность. Ключевая задача – повреждение морской инфраструктуры, подводные кабели, особенно в период обострения напряженности. И также это может привести к серьезным проблемам для союзников в особый период. Особый период – это период войны. Подобное действие также сопровождается, как я недавно рассказывал, использованием боевых морских животных. В частности, был обнаружен убитый кит по кличке, как его назвали, Хладимир. И на нем была обнаружена шлейка, с которой слетели камеры, специальное слежение. Предполагается, об этом писала западная пресса, предполагается, что он мог использоваться для слежения за военным флотом стран НАТО. Ну, это, скажем так, предположение. Также телеканал CNN получил в свое распоряжение два видео расстрела украинских военнопленных, которые сдавались и, согласно нормам Женевской конвенции, им должны были сохранить жизнь. Сообщается о том, что всего с начала войны Генеральной прокуратуры Украины расследуется 28 инцидентов, в которых погибло, по крайней мере, 62 украинских военнослужащих. Также этим занимается специальный докладчик ООН по вопросу о несудебных казнях Моррис Титбол Бинц. Но, как мы знаем, в случае с ООН все очень сложно. Все очень сложно запутано, и не факт, что оно чем-то закончится. Тем временем, на встрече в Рамштайне, где проходило заседание контактной группы по поддержке Украины, выступили все ключевые союзники. И Ллойд Остин, глава Пентагона, сделал заявление о том, что на самом деле Украина у самой есть дальнобольное оружие для ударов по территории Российской Федерации. Причем оно может наносить удары за пределами радиуса действия Атакамс или Сторм Шэдоу. Какое именно оружие находится на вооружении Украины? Правда, министр обороны Соединенных Штатов так и не уточнил. Также Соединенные Штаты готовятся передать Украине крылатые ракеты класса «Воздух-Земля» JASSM, дальность действия 370 километров, это первое поколение, более усовершенствованное, 800 километров. Ну а пока американцы только готовятся. Иран уже передал России партию баллистических ракет. Эту информацию подтвердили источники американского издания The Wall Street Journal. Какое количество было передано на данный момент, неизвестно ранее цифры, которые фигурировали, говорили как минимум о нескольких сотнях подобных баллистических ракет, которые Россия была заинтересована получить максимально быстро в сжатые сроки от своих союзников в обмен на предоставление также военной и военно-технической помощи. Ну и по Покровску еще одна информация. Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун после заседания контактной группы по опросу обороны Украины заявил о том, что американское правительство тесно сотрудничает с украинскими силами обороны в вопросе обороны Покровска. Мы тесно сотрудничаем с украинцем, чтобы помочь защитить этот район, а также всю их территорию. Какая помощь предоставляется правительством США, он, естественно, не уточнил по совершенно понятным причинам. Накануне, напомню, большое интервью американскому телеканалу CNN дал уже главком ВСУ генерал Александр Сырский, в котором он рассказал о пяти ключевых причинах, побудивших его и генштаб ВСУ начать операцию вторжения в Курскую область. Он также рассказал о проблемах, связанных с новыми подразделениями, набранными в результате мобилизации, а также о том, как серьезно влияет на мораль украинских вооруженных сил то, когда союзники затягивают вопрос передачи вооружения. Таким у нас новости, друзья, на пятницу 6 сентября 2024 года. Спасибо за просмотр этого видео. Подписывайтесь на канал, лайкайте, пишите, комментируйте трансляцию. Не забывайте рекомендовать видео друзьям и знакомым. Благодарю всех партнеров, спонсоров, друзей канала за вашу неоценимую поддержку. Берегите себя, друзья. Тихой вам ночи. Слава Украине, слава ЗСУ, слава украинскому спецназу. С вами был майор украинской армии Тарас Березовец. Друзья, до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok